22 декабря в Краснодаре состоялась отчетная конференция Мотоциклетной Федерации Краснодарского края. С докладом о проделанной работе выступил ее президент Александр Джеус. В ходе конференции наградили победителей соревнований, прошедших в минувшем году. Им вручили Кубки Федерации. Подробности у Кирилла Асанова. Из 68 членов Мотоциклетной Федерации Краснодарского края на отчетной конференции присутствовало 36 ее представителей, а также победители и призеры соревнований прошедшего сезона. Президент Федерации Александр Джеус выступил с отчетным докладом о проделанной работе за год. Главными достижениями уходящего года руководитель отметил выполнение нормативных требований Министерства по физической культуре и спорту России, сохранение того состава людей, которые, не имея поддержки, готовят спортсменов и организовывают соревнования, а также реализация программы развития Мотоциклетной Федерации края. Она осуществлялась впервые и в рамках ее финансирования реализована полностью. «Развитием Мотоциклетного спорта стало реальной необходимостью в связи со значительными техническими возможностями, которые открываются перед молодыми людьми и их наставниками. Наш спорт стал активно востребован и как серьезный элемент работы с молодежью». Среди отрицательных сторон итогов года было отмечено падение качества и количество соревнований из-за недостатка средств на их проведение. Краевая программа пока не может обеспечить организацию состязаний на должном уровне. Связано это прежде всего с тем, что мотоспорт в Краснодарском крае испытывает новое рождение. А результаты на мировой и европейской арене представители Юга России пока показывают только единицы, вследствие чего выделения средств на развитие мотоспорта недостаточно. Тем не менее, в Федерации ведутся работы по поиску средств на развитие всей инфраструктуры. «Введение в структуру исполкома от должности вице-президента Федерации по привлечению финансовых средств для осуществления основной деятельности нашей организации не только через консорские пожертвования, но и через создание комплекса услуг, который будет приносить доход для основной деятельности, пока не дало ожидаемых результатов. Мы все должны понять, что для дальнейшего развития мотоспорта в крае необходимо разработать программы развития мотоспорта для муниципальных образований». Также выступили с докладами представители дисциплин мотоспорта, таких как шоссейно-кольцевых гонок, мотокросс и мотобол. Последний набирает большую популярность в крае. В уходящем году проводились чемпионаты по мотоболу среди юношей и взрослых, а по итогам выступлений составлена сборная Краснодарского края. Одной из приоритетных федераций ставит перед собой задачу продолжать выращивать юные поколения поклонников мотоспорта. «Работа была проделана немалая. И самое главное, что выросла линейка юных спортсменов. Это класс 50 и 65 кубических сантиметров. Для нас он самый важный, потому что эти спортсмены будут через 5-7 лет представлять и Краснодарский край, и Россию. И от того, как мы их сейчас подготовим, так и будет зависеть будущее мотоспорта и на Кубани в России». В завершении собрания лучшим спортсменам были вручены дипломы и Кубки Федерации. Подвести год на позитивной ноте посчастливилось как юным спортсменам, так и их тренерам.